Поговорим подробно сейчас о ситуации на фронте с Ильей Евлошем, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Илья, приветствуем вас. Здравствуйте, студия. Слава Украине. Героям слава. Здравствуйте. Илья, давайте начнем Купенско-Лиманское направление. Что можете рассказать, какова оперативная ситуация сейчас там? Вблизи Купенска противник сейчас немножечко поставил на паузу свои наступательные действия. Он далее продолжает обстреливать Купенск, также Синьковку, Табаевку со всех видов вооружения, которое есть. Но сейчас его внимание в основном сосредоточено вблизи населенного пункта Терны. Так званый Торский выступ возле реки Черный Жеребец. Это немножко южнее от Синьковки. Если посмотреть по карте, да, там противник сейчас пытается закрепиться и выйти на рубеж как раз по реке Черный Жеребец. В попытках далее продолжать свое наступление, развивать свое наступление. Сейчас вот за последний, за сегодня более свыше десяти атак противник проводил как раз вот на Лиманском направлении. В этом районе бросает туда свои резервы, перекидывает их с других, на их взгляд, менее перспективных направлений. Пытается там сжать на наши войска. Кроме того, активно использует авиацию. Десять раз он использовал свои Су-34, Су-35. Обстреливал позиции украинских военных КАБами. За один заход один самолет может нести до шести таких КАБов. Кроме того, использует активные FPV-дроны. 229 ударов разными дронами Камикадзе он нанес по позициям ВСУ. И 725 обстрелов было произведено за прошлый день. Также 11 боевых столкновений, в ходе которых противник потерял почти 400 своих военных. Пять попали в плен. И 138 единиц вооружения и военной техники на Лимано-Купинском направлении было либо же уничтожено, либо же повреждено. Среди которых шесть БМП, пять МТЛБ, десять различных гаубиц и минометов. Также 15 единиц автомобильной техники различных модификаций. Одна стрела десятая. Ну и хорошо ребята поработали. Нашли РЭБы их разные. Это РЭБ-Дзюдоист и РЭБ-Стриж. Один из них, Стриж, это окопный РЭБ, который работает как раз против дронов. Его дистанция где-то полтора километра. Характеризуется тем, что дрон, войдя в зону действия этого средства, он полностью теряет управление и теряет картинку. Дзюдоист же, в свою очередь, он более направленного. Широкий очень диапазон частот, на которых он может работать. Он может глушить GPS-сигнал. Также он вредительски влияет на работу нашей армейской авиации, которая работает также на переднем крае. Кроме того, удалось выявить и также нанести огневое поражение по станции видеонаблюдения Мурамэм, которая фиксировала передвижение наших войск, как техники, так и пехотного состава. Идея заключается в том, что где-то вдали до полтора-два километра он может определить человека и технику, где-то до трех километров, и передает все на командный пункт сигнала тревоги. Такая станция одна тоже была определена и уничтожена. Очень хорошо работают наши ребята со средствами ППО, противовоздушной обороны, сухопутных войск. Кроме того, и подразделения РЭП, 97 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан, Зала, также несколько ланцетов, ну и в основном FPV-дроны были приземлены нашими силами и не смогли выполнить поставленную боевую задачу. Ну, где-то такая ситуация сейчас на Алимана-Купенском направлении, если вкратце. Спасибо большое за детальный ответ. А теперь давайте перенесемся, для того, чтобы проанализировать и перейти в оперативную обстановку, на многострадальное Бахмутское направление фронта. Вот какая сейчас ситуация там и что происходит по реке Северский Донецк? Ну, смотрите, сейчас акцент их идет вблизи Часового Яра, там противник пытается разбивать свое направление, пытается сакцентировать свое внимание на населенном пункте Ивановское, туда перебрасывает свои резервы, силы, различные подразделения с целью в дальнейшем продолжить свое наступление на населенный пункт Часов Яр. Также пытается наступать и вблизи Богдановки. Это другой фланг Бахмута, тоже с целью с разных флангов зайти к Часовому Яру. Часов Яр сам по себе представляет город, который размещен на высоте, мы видим передвижение противника, фиксируем их, наносим по ним огневое поражение еще на подступах, на моменте разворачивания в боевые порядки. Но, естественно, что противник пытается навязывать очень высокий темп борьбы, не считаясь абсолютно с потерями, например, на возобновление одного батальона, который понес очень серьезное поражение, потери, у них уходит 2-3 дня. То есть они за счет зэков, за счет мяса очень быстро пополняют эти потери, восполняют и опять же бросают его в бой. 60% техники противник теряет еще на подходах к месту ведения боевых действий. Например, если это едет 5 машин, то с них возвращаются только 2. Ну, например, очень часто бывает, что они пытаются там перемещаться, и много видео есть в интернете, когда они пытаются ехать на технике, и прилетает наш пивидрон, и прямо вместе с десантом и с пехотой, которая сидит на броне, они все отправляются на тот свет. То есть очень активно работаем, динамика очень большая, противника очень много снарядов на тех местах, во всяком случае, там, где они видят перспективу развития наступления своих каких-либо действий, и используют минометы очень широко, такую артиллерию ближнего боя, но и используют также FPV-дроны. Кроме того, используют авиацию, когда позволяет им погода, когда позволяет им также работать и наличие, ну, оперативная обстановка, скажем так. Так, они используют Су-34, армейскую авиацию К-52, и атакуют Нарами, Нурсами, Кабами, то есть всеми наявными у них огневыми средствами поражения. Четыре авиаудара они нанесли по нашим позициям, также 51 удар дронами осуществили по местам сосредоточения наших войск. 491 обстрел произошел с их стороны, это включая танковые обстрелы, РСЗО, артиллерию разных калибров и типов, также СПГ, РПГ, АГС, ну, и стрелковое оружие, оно очень редко сейчас используется в условиях такой интенсивной борьбы, и очень редко даже, если бывают ранения, это в основном осколочные ранения, или же результат работы в PV-дронов или сброс. Удалось ликвидировать 105 оккупантов, также 94 единицы вооружения и техники противника, 71 БПЛА удалось нам приземлить. Ну, кроме того, естественно, работаем по складам, местам укрытия личного состава и наносим по ним огневое поражение. Вблизи Клещеевки и Андреевки, там сейчас противник пытается возобновить свои потерянные положения, но интенсивность там не такая высокая, как вот вблизи Часового Яра, то есть они там пытаются атаковать одну позицию в день, если, например, вблизи Часового Яра там несколько позиций, они ведут более обширные масштабные наступления, то там могут атаковать только лишь один ВОП, потом откатиться, перегруппироваться, день, потом опять. Ну, то есть более вялая интенсивность, но все же, все так используется также артиллерия, это постоянно, тактика остается та же. Сначала работает артиллерия, потом дроны, возможно, авиация, если есть, ну и потом идут разные группы, малые от 10 до 20 человек, иногда бывает более, но это уже, когда позволяет погода, потому что техника не может подходить по различным причинам, ибо же это распутится, да, ибо же это работа нашей артиллерии, и они идут пешком. Естественно, мы все это определяем, ну и, естественно, наказываем за такие ошибки, назад возвращаются далеко не все. Илья, хватает ли оружия для того, чтобы наказывать оккупантов? Вот сегодня и вчера, уточню, пожалуйста, сегодня и вчера важные новости приходили и приходят из Швеции, Британии, Германии о подписании новых пакетов помощи Украине. Вот как к таким новостям бойцы и командиры относятся в плане ожидания и необходимости этого оружия? Ну, естественно, положительно. В борьбе с таким чисельным противником нам нужно больше вооружения, больше снарядов и, само собой, мы требуем больше боеприпасов особо крупного калибра, это 155 мм, также 105 мм, потому что мы уже все более и более, можно сказать, почти полностью перешли на технику натовского калибра, натовского образца. Наши военные сумели обучиться и качественно использовать системы, как и советские, так и украинские, так и натовские. И все это как в одном едином оркестре, работает как часы. Но, естественно, что мы движемся к ЕС и НАТО, естественно, что мы переходим, и наши новые образцы, такие как Богдана, они уже имеют 155-й калибр, нам нужно больше боеприпасов, потому как противник абсолютно не считается своими потерями, да, у него есть очень серьезные мощности, да, и нам нужно больше поддержки именно в боеприпасах. У нас есть стволы, да, конечно, нам нужно еще, нам нужны самолеты, которые могли бы как раз препятствовать использованию их авиации, сбросам кабов, они могли бы разрешить более свободно работать нашей армейской авиации, так как когда взлетает Су-34 или Су-35, наша армейская авиация вынуждена зайти на посадку, либо же временно отложить выполнение поставленной боевой задачи. Естественно, тяжелее пехоте нашей без работы армейской авиации, и, естественно, F-16 могли бы очень серьезно поменять расклад на поле боя, потому нужно все, от дронов до стрелкового оружия, до патронов к нему, потому как натовский калибр, он тоже отличается, если ранее у нас был 5,45, то сейчас натовский это 5,56, естественно, что нам нужны патроны для браунингов, нам нужны патроны для МК-19, аналог АГС, да, американский, ну и все это требует очень больших логистических поставок, тому как противника очень серьезные силы сосредоточены, но если говорить о лиманском направлении, то это приблизительно 122 тысячи, а на Бахмутском направлении это 60 тысяч. Илья, спасибо вам громадное за четкий анализ оперативной обстановки на разных направлениях. Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Юлаш присоединялся к прямому эфиру телеканала «Фридом». Благодарим. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.